привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег друзья многие из вас сейчас приобрели щенков многие еще только собирается приобрести вчера мне пришло очень много песен но и до этого приходили эти вопросы поэтому я решил собственно говоря снять отдельную передачу о том как вам лучше пода подойти к выбору щенка то есть если опять же вот хочу сказать что моя передача для тех людей которые не имеют опыт общения с собаками поэтому когда они начинают выбирать себе собак они подходят из таких дедовских представлений когда у нас выбирали собак до достаточно активных там для того чтобы они были на охоте приемлемые то есть но в этом варианте да это подходит когда собака лидер там она первая выползла вам навстречу там и так далее то есть это еще по дедушкиным представлениям по нашим но наука же есть такая зоопсихология которая именно под ваш темперамент под квартирное не квартирное содержание нужно подбирать отдельно как-то щенков и не всегда вот эти вот доминирующие щенки которые ползут первые до является наилучшим выбором вот давайте поговорим с вами о темпераменте то есть как выбрать щенка вы подошли чисто визуально вам подошли как бы производители то есть вы узнали о породе то есть опять же подошли к выбору щенка осознанно прочитали о всех недостатках самое главное вот это прочитать не о достоинства собаки а прочитать о всех недостатках с которыми вы столкнетесь то есть это лишняя шерсть какая-то в квартире до аллергические какие-то реакции там детки не детки там агрессивная собака не агрессивная собака то есть положим даже если вы берете какого-то маленького йоркшинского терьера вы не ждите любви к животным от него ну хотя тоже тут индивидуальные тоже черты бывает ну вот в основной своей среде то есть вот смотрите терьер да это агрессивная порода это охотники какие бы они не были декоративные либо не декоративны то есть осознанно вы подошли к выбору щенка производители вас устроили да вы там проверили родословные какие то знаете что пороков каких-то заболеваний генетических нету у этих производителей вы приходите домой и вот здесь вот перед вами стоит выбор вам нужно выбрать щенка одно дело если вы берете лайку тогда на охоту другое дело если вы берете для квартирного содержания щенка с которым вы планируете заниматься который будет у вас партнером да вот здесь вот важные такие моменты скажем так имеют для именно если вы хотите дрессировать щенка это реакция торможения реакция возбуждения не будем вдаваться сейчас мы в высшую нервную деятельность да друзья мои но вот такие вещи вы должны знать наиболее подходящий для дрессировки щенок тот у которого реакция торможения равна реакции возбуждения то есть когда вы начинаете заниматься то есть щенок возбудился да там туда-сюда там на улицу собирается идти там он весь трясется там от возбуждения вы ему даете понять что возбуждение должно остановиться и вот здесь должна включиться реакция торможения нервной деятельности если реакция торможения реакция возбуждения адекватно то считайте что вы подобрали себе для дрессировки идеального щенка теперь что касается темпераментов я рекомендую вам произвести тест именно для квартирного щенка если вы обладаете хорошим скажем лидерскими качествами то есть не первый раз вы берете щенка и знаете точно что с доминирующей особью вы справитесь это как раз я говорю о тех щенках которые ничего не боятся которые пытаются укусить своего хозяина пытаются занять лидерское положение залазят на диван и там и так далее но где-то в плане охраны какой-то да вот здесь вот плане охоты здесь лучше щенка не найти но именно для квартирного содержания я бы вам порекомендовал бы такого такой тип темперамента да вы знаете что есть сангвийники есть как бы меланхолики там халерики там и так далее то то же самое подходит эти типы темпераментов до подходит и и собакам так вот что касается теста давайте разберем с вами поэтапно вот значит перед вами там находится несколько щенков что вы делаете вы берете если вы заранее не подготовились я рекомендую вот например копилочки вот это стеклянная вам железную банку вот какую-то пивную пукакольную банку там камешки накидать туда и заклеить чтобы они не высыпались и вот щенки находится спокойном состоянии вы на пол бросать этот вот звенящий предмет и смотрите за реакцией щенка сразу щенков всех смотрите вот тот который бросился сразу же для того чтобы посмотреть что там упал и звенит это как раз является доминантные самцы либо кобели либо это доминантные суки то есть вот это самый сложный но в то же время самый лучший в плане того что вот я как сказал для охраны для там для охоты если вы являетесь сами лидером очень хорошим то есть для вас это будет отличный выбор но это будет наихудший выбор для людей которые не имели опыт общения с собаками потому что справиться с таким темпераментом будет вам достаточно сложно теперь смотрите дальше некоторые щенки отбежали ну страшно все-таки звук какой-то резкий громкий произошел кстати если не будет у вас банки какой-то вы заранее не подготовить сможете взять связку с ключами она также прякнет то есть ключи рукодушку там трясануться собаки также отреагируют вот те щенки которые убежали в сторону да то есть ну страшно все таки вот здесь вам нужно присмотреться если вам нужен щенок который будет лежать квартире дома постоянно ни на что не реагировать то вам нужен тот щенок который впоследствии даже не вылезет посмотреть на то что там произошло а вот идеальный вариант для того чтобы собака дрессировалась да то есть вы хотите себе партнера какого-то приобрести да то есть идеальный вариант когда щенок убежал но через какой-то промежуток короткий именно короткий промежуток времени все-таки любопытство у него победила и он выползает для того чтобы проверить что же там все таки такое загремело и он подходит обнюхивает предмет вот это вот я считаю что наиболее такая подходящая собака будет именно в плане тренировок дрессировок в плане компаньона ну еще раз хочу сказать вы выбираете по себя то есть если вам нужен охотник охранник какой-то тот кобелек который не будет бояться выбегать на эту банку на это звенящий незнакомый предмет какой-то если вы хотите в квартиру приобрести не имели опыта и то есть вам нужен адекватный щенок у которого реакция торможения равна реакции возбуждения это вот как раз тот который сначала убежал но потом любопытство возобладало и он выполз посмотреть и следующий значит третий вариант это как раз вот те флегматики которые пофигу вообще на самом деле на все которые будут лежать не интересоваться ничем если вы малоподвижный образ жизни ведете какой-то это те щенки которые спрятались впоследствии не выползают сейчас мы с вами еще обсудим такой момент кабеля выбирать либо сумку выбирать опять же смотрите под себя кабели они более скажем так податливы в плане дрессировки они менее ответственны вот что вот плохо на самом деле но опять же смотря для кого до кабели но кабелями у вас не будет таких проблем что течка да там и так далее но опять же тут течка будет чужая течка влиять на поведение вашей собаки при скобели будут страстно хотеть вот это вот животного инстинкта спаривания то есть когда они подрастут они начнут доминировать и так далее то есть сука более преданная сука более преданно но она менее активна то есть вот здесь кабели ли сука решать вам то есть мы с вами ребята поговорили о том как выбрать правильно щенка на что обратить внимание но еще раз хочу вам сказать подойдите к выбору щенка очень ответственно особенно к выбору породы то есть здесь я бы очень не хотел бы чтобы вы получили какое-то разочарование то есть если вы выберете очень активную породу себе да и будете не справляться с ней она будет вас угнетать каким-то образом то есть вы не испытаете той радости общение с животным то есть собакой да вот когда вы сделаете правильный выбор вы через два-три года когда у вас щенок воспитается будет взрослым уже вы получите именно хорошего компаньона хорошего друга так что друзья самый главный момент в этом во всем это надо будет вам заслужить доверие заслужить уважение тогда все у вас получится с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег всем спасибо